Рунет под контролем? Не знаю, я не думаю, что наше правительство как-то дойдет до такого, что прям будет цензурировать уж, как в том же Китае, как вы сказали. Ну, Китай уже очень диктаторская страна. Я про Китай, сейчас я просто была в Индии, в тибетской части, скажем, гималайской части Индии, где общалась рядом тибетских монахов и жителей, которые рассказали такие вещи про то, что Китай творит с Тибетом по сей день. И я не удивлена, что Китай так может поступать со своими жителями. Тибетцы под гнетом китайцев много лет считали, что никого нет на свете другой расы, человечества. Они не видели ни телевидения, ни интернета. Когда они увидели белого человека, не азиатской расы, без раскосых глаз, они были очень удивлены. Вы понимаете, что Китай делал вообще с населением Тибета и вообще с их мировоззрением? То есть вы думаете, что это сравнимо с Россией? Россия, слава богу, да, какие-то диктаторские элементы проявляет. Но с нашим народом по-другому нельзя. И управлять такого рода страной, такой махиной, таких по-дурному расхлябанных людей, я сейчас это с любовью говорю, потому что я тоже такая же, мы неорганизованный народ. Их нас не организовать, если с нами не быть жестче. И да, много мусора, я бы сказала, дерьма втекает к нам из-за рубежа. Возможно, что-то будет цензурироваться в выгоду или угоду тому же правительству, чтобы как-то народ не смущался. Некий же занавес такой информационный. Я не думаю, что это будет сильно во вред. Кому надо узнать, пожалуйста, границы открыты, езжайте в Европу, заходите в интернет, смотрите. Сейчас уже нет границ. Это я не знаю, как надо умудриться, чтобы информационно закрыть Россию от Запада или Запад от России. Это почти нереально. У нас у всех есть гаджеты, у нас есть у всех свободный доступ выезда, заезда за границу, обратно. Это нереально. Если даже это реально, я не думаю, что такую политику изберет наше правительство. Это было бы не мудро с их стороны. И то, что сейчас происходит в отношении России, Украины, вот эта вся ситуация. И когда еще была ситуация с Грузией в 2008 году. Россия абсолютно ничего не цензурировала, она показывала все как есть. Но что делали западные СМИ, это ого-го. Я понимаю желание, если даже оно есть, закрывать какие-то вещи, потому что какие-то западные информационные каналы, BBC, CNN и так далее, которые показывали Россию в таком свете. Этого не было по факту. И понимаете, народ очень часто такой дико свободолюбивый российский стал. Если вот особенно молодежь такая еще с шаткой психикой и пониманием происходящего видит какой-то западный канал, где говорится, что Россия изверг, которая вот что-то напала на Грузию или напала на Украину. То есть какие-то искаженные, зверские искаженные вещи, они могут повестись на это. К примеру, американская молодежь искренне считает, что Вторую мировую войну выиграла Америка. Они закрывают информационные каналы от России уж точно. Либо, ну, и они даже не смотрят в эту сторону. Они даже, ну, не считают нас за людей, за культуру и так далее. Это их выбор. Я не думаю, что Россия пойдет таким путем. Продолжение следует...